Уже с января и февраля 21-го года, ведь посол Франции господин Ля Котт и посол Соединенных Штатов Линдси Трейси не из своей любви к армянам или просто по доброте душевной, доневали и ночевали в Сюники. Они провели там 3-4 месяца с небольшими переживаниями, заменяя друг друга. То есть американские и французские флаги стояли в Сюнике, и таким образом, как бы наше население этого не поняло, ведь не армянская армия защитила Сюник тогда, не было чем защищать, некому было защищать. О каком периоде вы говорите? Я говорю о первых месяцах 21-го года. В 21-м году операция должна была быть продолжена. Сюник, Москва решила, ладно, не можем войти, раз французы и американцы так серьезно настроены. Они переключились на выборы и попытались Сюник донбассизировать выборами, когда из четырех городов два проголосовали за Кучаляновских и Дашнакских претендентов. Если бы еще два города проголосовали, помните, там Капан, Горис, Мегрия и Сесиан голосовали, если бы все четыре центра бы проголосовали, то практически можно было бы говорить, и там уже присылали из Ставрополя российских учителей русского языка, и в Мегрии и в Сесиане начали строить военные объекты для российских миротворцев, и база начинала туда перебрасываться из Гюмрии. Ну, не полностью, но достаточно там еще полторы-две тысячи должны были расквартированы быть уже в Сюнике. И некоторые ныне действующие политики из разных лагерей говорили, да, нам нужна российская база в Сюнике. Это все было, и это все было остановлено.